Ростов-Дона Но еще больше слез умиления. Ту же Анусень можно понять, ведь, возможно, в обновленный дворец она вернется уже как зритель. Ну а пока дворец спорта проводили на реконструкцию действительно по-спортивному морем голов. Наши девушки забили чуть ли не все, что бросили в створ ворот. Вратариста Врополия поймали всего два мяча из четырех десятков. Своим ноу-хау юная гонболистка Софья Шульжевская повеселила сидящих рядом болельщиков. С таким подходом для самой громкой болельщицы матч в любом случае будет победным. У меня в Ставрополе моя сестра играет, только она во втором составе. А за Ростов почему болеешь? Потому что я их люблю тоже. У нее сестра в Ставрополе живет и играет за Ставрополь. Здесь у нее любимые игроки Альна, Сень, Габисова. Вот она из-за них тоже здесь болеет. Она сама рисовала, она сама придумала. Она сама и болеет из-за тех, из-за тех. А я за гонбол. У меня тоже дочь там, я за Ставрополь. Когда Ростов атакует, я за Ростов болею. Мы за красивый гонбол. И девушки такой выдали. Ростов-Дон штампует красоту гол за голом. И уже к шестой минуте ожидаемо отрывается. Для начала на четыре мяча, а к перерыву приходим с фантастическим перевесом 25-12. В воротах у нас поиграли Габисова, затем Казменко и еще одна из юных Чернова. А вратари соперниц, как это не фантастически звучит, отбили всего два броска из 41-го. Особенно доставала их Екатерина Зеленкова. В итоге у нее 12 голов, как у всего Ставрополья за тайм. С комфортным перевесом Эдуард Кокшаров вывел на площадку молодых и малоиграющих гонболисток. Темп игры был сбавлен, девушки забуксовали, не попадая в начале 6 минут. Но потом собрались и команды пошли примерно на равных. Закончили мы в итоге уверенной победой 39-25. Но по сути не цифры были смыслом этого матча для наших девушек. Это был последний матч года и последний в этом зале. Новый год. Ростов-Дон начнет на новой площадке в училище Олимпийского резерва. Это будет 9 января со Страханочкой. А дворец спорта наконец-таки закрывают на масштабную реконструкцию. 55 лет в этом зале спортсмены радовали нас своими победами. Прощание с дворцом спорта пусть и не навсегда устроили торжественное. И растрогали гонболисток. Я не часто плачу, как Сюша Макеева. Но у меня был град слез, потому что я столько, сейчас даже говорю, и эмоции нахлынувают. Столько эмоций здесь, в их стенах. И хоть, конечно, мы рады безмерно, что у нас будет новый дом на время реконструкции дворца спорта. И я даже, мне вдвойне, наверное, как-то это волнительно, потому что я даже не знаю, буду ли я в качестве игрока выступать на этой площадке, но обязательно на открытие я приду. Будущим спортсменам и болельщикам подготовили капсулу времени с посланием. Ее спрячут в стены дворца спорта во время реконструкции и откроют на столетие клуба в 2065 году. Всех поблажаем в 65-м году для извлечения этой капсулы. Ну а в этот зал болельщики вернутся намного раньше. На реконструкцию отведено три года. Закончить ее планируется в 2025-м. И министр спорта обещает – дворец не узнаем. Мы попытаемся внешний архитектурный облик сохранить, а все остальное – все поменяется. Здесь будет 5000 зрительских мест для игровых видов спорта, 3500 мест для ледовых видов спорта, большое количество тренажерных залов. Чуть-чуть грустно, но радует то, что мы вернемся сюда и обязательно здесь будет жить спорт опять. Это будет дворец спорта настоящий. Бесчисленные фото с любимыми гандболистками в этом зале уходят в историю. Свои следы на видевшем массу побед Ростов-Дона Терафлексе оставили и болельщики. А теперь ждем начало новой истории. Следом за гандболистками завершили год баскетболистки, но сделали это далеко не так празднично. Первые три четверти мы были просто беззащитны, а потом разошлись, но было поздно. Гости, считай, уже уехали с победой. А ведь соперник совсем не казался непобедимым. В первом круге в Красноярске наши девушки уступили всего пять очков. Но все оптимистичные прогнозы начали испаряться буквально с первых минут. Если в предыдущей игре с Самарой наши девушки дали бой и только третью четверть провалили, то с Енисеем тоже был провал на том же отрезке, но не пошло уже с первых минут. Защиты просто нет у соперниц, залетает все, а у нас проходят редкие мячи. За первую половину периода у нас всего пять очков от Масько против шести точных красноярских попаданий. Мощное начало заставляет Тасяча взять первый тайм-аут уже через две с половиной минуты со старта, но эта мера особо не вдохновила. Чтобы дать хоть немного отдохнуть лидерам, тренер временами выпускает молодых, но и это малорезультативно. К первому перерыву приходим уже с приличным отставанием – 17-26. Второй отрезок начинаем дальним броском Павлюченко, но снова зависаем – перехват нашего экс-игрока Петровой и открытое кольцо. Не жалеет своих и другой наш экс-лидер Гунченко, за игру она набрала 10 очков. Хозяек обходят как детей, а на той стороне ждет мощная защита соперниц. Очки набирать начинаем только с середины отрезка, и то в основном со штрафных. У нас 25% попадания с игры против 57-ми енисейских, и шансов остается все меньше. Вторую четверть заканчиваем – 31-45. Я думаю, что мы просто не выполнили изначально указания тренера. Все-таки это соперники, те, которые на фазу банку. Мы могли выиграть эту игру, мы рассчитывали на эту игру и настраивались на эту игру. И, скорее всего, от вот этого избытка желания так вот произошло. Мало что меняется и после большого перерыва. Даже становится хуже. Третью четверть уже традиционно проваливаем, практически ничего не забив. 5-17. И только на последнем отрезке пошла наша игра. На две минуты закрыли свое кольцо, а сами набросали 7 очков. Енисей в последний раз попадает за две минуты до конца, и отставание за период сокращается на 12 баллов. Играть бы так с первых минут, и победа в последнем матче года вполне могла быть за пересветом. Но одной хорошей четверти мало. Проигрываем 60-74. Самой результативной у нас стала Масько с 15 очками, у Павличенко – 14. Как я сказал игрокам, соперники с начала сезона недооценивали некоторые наши игры. И поэтому были результаты чуть-чуть лучше. А сейчас они сильно готовятся, это сразу видно. И есть еще, так сказать, причина нашим результатам сегодня – это то, что чемоданы настроения уже после агрессии на домах. Пока у нас маленькое количество народов творит при себе. Чемоданы уносят команду на небольшой отдых. Встречаемся уже в новом году. 5 января принимаем надежду. С надеждой, что праздник пойдет нашим девушкам на пользу. Минифутбольный Ростов потерпел самое крупное поражение за всю свою историю. Причем дома. Хотя проиграли, конечно, одному из лидеров – серебряному призеру прошлого сезона – Липецкому ЛКС. Единственный гол ростовчане забили в самом начале второго тайма, а пропустили, страшно сказать, 10. Минифутбольный Ростов, из которого осенью по разным причинам ушли тренерский штаб и ведущие игроки, в этом сезоне борются за выживание. А клуб из Липецка, наоборот, в межсезонье серьезно укрепил состав и готов подняться со второго места к золоту. Первые семь минут наши игроки как-то сопротивлялись, а потом посыпались. За следующую семиминутку в воротах Дмитрия Сафронова побывало три мяча, а потом до перерыва гости точно били еще трижды. Уходим в раздевалку с 0-6. Во втором тайме Кротов получил передачу из глубины и один в один переиграл вратаря. Но этот мяч началом новой жизни не стал. Практически тут же гости ответили, а дальше забивали до тех пор, пока на табло не засветилась десятка. Итог матча для нас просто кошмарен 1-10. Сегодня черный день. Залетело все, что летело. Ну вот, настолько мы сейчас готовы. При всем при этом, я как бы, ребят, не обвиняю ни в чем. Вот так мы сегодня готовы. 1-10 много. Ну, в лучший раз так проиграть. Может быть, теперь чуть-чуть соберемся. Поедем в Нижний Новгород. У нас сейчас там будет очень важная игра. Этот матч стал последним домашним в этом году, но впереди еще выезд. 24 декабря Ростов сыграет в Нижегородской области с командой ФХНН. Ход конем сделали наездники, чтобы получить кубок ДГТУ по конному спорту. Любители и профессионалы собрались в Новом Манеже на соревнования конно-спортивного клуба университета. А наша съемочная группа конкуром не ограничилась и изучила ежедневную жизнь клуба. Соревнования по конкуру самые зрелищные и в то же время самые сложные. Пара Александр Гуреев и Конь Раструб еще совсем молодая. Вместе тренируются около года. И даже огромный опыт наездника, а в сезле он больше 45 лет, работает не всегда. Он тоже не хочет, он тоже животное, его тоже надо понимать. Он бывает, ну не хочет прыгать. Но даже покажешь ему хлыстик, он прыгает через... То есть не идете навстречу? Нет. А нельзя. Даже тренер, даже вот Джагоров, заменитый тренер, говорил, что лошадь должна уважать всадника. Уважать, значит бояться, это уважают, это уважают. Бороться за кубок выезжают и юные спортсмены. На этих соревнованиях почти нет ограничений. Ни по возрасту, ни по степени профессионализма. За пару минут нужно показать умение лошади справляться с препятствиями, а также ее энергию, скорость и покорность. Конный клуб ДГТО открылся 7 лет назад, и элитарный вид спорта стал ближе всем желающим. Тут учат верховой езде в четырех дисциплинах. Конкур, троеборье, выездка и вольтежировка. Причем в первые годы занятий затрат почти нет. Всадникам дают все необходимое. А в этом году клуб получил второй манеж специально для соревнований. Здесь множество своих лошадей. Буденновских, арабских, немецких и французских. Работают с ними мастера международного уровня. Но ждут здесь и тех, кто прискачет на своем коне. Анастасия Кучеренко с детства мечтала освоить этот вид спорта. И в 9 лет ей подарили жеребенка. Сегодня, правда, пришлось изменить первенцу. Из десятка лошадей нужно выбрать подходящего именно на конкурс. Лошади, я не знаю, может быть мне они могут заменить друга, потому что с ними как-то спокойнее. Ты можешь ему выговориться, он тебя выслушает. Некоторые лошади еще и отвечают каким-либо образом тебе в ответ, какими-то их движениями, звуками. А новичков конного спорта ждут в другом манеже. Учат езде, предлагают ипотерапию. Такие упражнения успешно лечат заболевания нервной системы. Неврозы, общие расстройства, ДЦП, все виды нарушений психического развития. Для детей занятия абсолютно безопасны, ведь каждый конь проходит подготовку. Дайте брось за свои эмоции, она постояла в дневне, чтобы безопасно посадить людей. Десятилетняя Василиса с игрушкой подружилась сразу. И названная это пони, конечно, не просто так. Иногда она бывает чуть-чуть игривой, а так у нее хороший характер. Сейчас в клубе занимаются четыре десятка детей. И здесь ждут всех желающих. Чем раньше начать, тем лучше. Ведь это медленнозреющий вид спорта. Чтобы высадить ребенка на старт, нужно 2-3 года. На мой взгляд, детям конный спорт необходим всем. Потому что и лидерские качества воспитываются, и терпение, и вера в себя, и воля к победе, и характер формируется. Характер достижений. И уходит куда-то лень. Ребенок становится заинтересованным, живым. Ну, а если по-взрослому, то результат работы клуба – рост числа спортсменов и популярность иконного спорта. Юлия Карасюк, Сергей Вишняков, 1-й Ростовский. Это все спортивные новости недели. У меня на этом все. Хороших спортивных выходных.